Радио Болтком Радио Болтком Радио Болтком Радио Болтком Радио Болтком Радио Болтком Она с нами на связи через скайп из Москвы. Итак, вы, наверное, с большой тревогой и болью наблюдаете за происходящим. Скажите, что в том медийном контексте, который сейчас люди наблюдают, вас, может быть, больше всего огорчает? Огорчает, может быть, какая-то поверхностность или однобокость этих мнений, восприятие ситуации. Как вы ее видите? Что произошло, что будет? Да, меня многое огорчает, многое смущает. Именно не только в этой медийной подаче, как это подают российские, мировые СМИ. Мне кажется, что на самом деле огорчаться стоит не этому, а огорчаться стоит прежде всего той пассивной позиции, которую Россия, российская дипломатия, все эти как минимум 15 лет занимала по отношению к происходящему. Москва не выработала никакой своей стратегической линии, вот в отличие, например, от того же сирийского кейса, где Москва, в общем-то, доминирует на всех дипломатических площадках и оказывает действенную помощь той стороне, которую она выбрала и которую она считает, так сказать, правой в этом конфликте. Вот в афганском вопросе все совершенно по-другому. То есть мы 15 лет плелись в хвосте американской политики, не пытаясь каким-то образом выработать самостоятельную точку зрения. Вот в итоге, в итоге, значит, мы безнадежно испортили отношения с официальным Кабулом, с регитимной властью. Так, что-то у нас сигнал пропал. Дарья, немножечко вы пропадали. Вы сказали, что 15 лет Россия плелась в хвосте американской политики, испортила отношения с официальной афганской властью. И фактически в данный момент что происходит? В данный момент происходит, что Россия в мировом информационном пространстве предстает каким-то очень странным, ситуативным союзником движения «Талибан». Это на самом деле, в общем-то, объяснимо, потому что те люди, которые отвечают у нас за выработку афганской политики в нашем министерстве иностранных дел, они 15 лет вели вот эту линию. Сам спецпредставитель президента Российской Федерации в Афганистане Замир Кабулов с гордостью говорит о том, что мы все эти годы пытались втянуть «Талибан» в легальное политическое поле, в легальное политическое пространство, сподвигнуть его на участие в коалиционном правительстве в некотором, что само по себе абсурдно, потому что коалиционное правительство – это чистой воды вот такой конструкт, да, ментальный конструкт, родившийся в голове того же самого Кабулова и его подчиненных. На самом деле, конечно, ни о каком коалиционном правительстве речь не шла, и «Талибы» этого никогда не скрывали, то есть они ни лукавили ни на минуту. Они так и говорили, что мы не собираемся сидеть на приставном стульчике в каких-то непонятных коалиционных правительствах у американских шестерок, у американских марионеток. Мы пришли для того, чтобы взять реванш, для того, чтобы обрести назад, так сказать, полноформатную власть. И откуда, собственно говоря, с чего, с каких вот непонятных методичек наша власть взяла это коалиционное правительство, о котором Кабулов говорил аж 13 августа, за два дня до захвата Кабула. Это, конечно, непонятно. Отсюда очень странная позиция, так сказать, российских масс-медиа о том, что «Талибы» это, в общем-то, неплохие ребята, что они изменились за 25 лет, что раньше они бегали там с автоматами по горам, а теперь они закончили Оксфордские университеты, и это вменяемые партнеры, с которыми можно вести дело. Вот такая, так сказать, установка нам подается на протяжении вот уже нескольких лет. Причем, как мне кажется, шла сознательная дезинформация российского общества и российского высшего руководства относительно роли удельного веса и облика самой организации «Талибан» и так далее. По крайней мере, вот эту цифру 70% контроля талибов над афганской территорией, которые талибанская делегация озвучила в Москве месяц назад, когда приехала в Москву навстречу. Вот эта цифра фигурировала в докладах, которые подавались президенту России уже 5-6 лет назад, когда, собственно говоря, влияние «Талибана» было совсем не так велико. Вот, может быть, там 15, может быть, 20% они территории контролировали, и то о каком-то стойком, устойчивом контроле в афганской, так сказать, ситуации едва ли можно было говорить. Таким образом формировалась вот эта заведомо ошибочная, заведомо ложная установка о том, что победа «Талибана» неизбежна, что с этим надо смириться и выстраивать отношения. Вот, например, в сирийской ситуации, да, вот проведите, так сказать, параллель. Я как-то не припоминаю, чтобы наши дипломаты, значит, в 15-м году, вступая в военную операцию в Сирии, да, говорили о том, что, ну, так сказать, правительство Башара Асада контролирует, дай бог, третьей территории Сирии. Вот, в основном сирийская территория под контролем джихадистов, там, Джибхат Анусра, там, Хаят Тахри Рашам, вот, это, в общем, неплохие ребята, это не совсем ИГИЛ, и поэтому давайте с ними выстраивать отношения. Вот, я бы была крайне удивлена, если бы, так сказать, сирийская стратегия строилась на таких тезисах. Но в афганском случае она выстраивалась именно на таком тезисе, и меня это, ну, мягко говоря, пугает, потому что это, с моей точки зрения, неправильно и совершенно неверно. Дарья, скажите, пожалуйста, ну, насколько вот мы помним историю, люди, может, старшего поколения, когда Советский Союз присутствовал в Афганистане, вот это называлось, ну, как сказать, нашей... Интернациональной помощи. Интернациональной помощи. Как раз талибы уже тогда проявляли себя как оппозиционная сила, с которой велась борьба, и талибов, ну, насколько я помню, из масс-медиа того времени, поддерживали Штаты. Что произошло с талибами за эти годы после вывода советских войск из Афганистана? Каким образом они из выкормышей Соединенных Штатов превратились в их врагов? Ну, в целом вы правы, хотя не совсем, потому что наша советская интернациональная помощь, она закончилась в 1989 году выводом советских войск, а талибы впервые о себе заявили в публичном пространстве в 1994 году. То есть был такой пятилетний лаг. А мы сражались, так сказать, с мальчахедами, которые составили первое вот это вот постсоветское, так сказать, правительство афганское. Но в целом, да, вы совершенно правы. Талибан, значит, это было такое совместное порождение, так сказать, Пакистана и Соединенных Штатов, вот, это не какая-то исконно афганская сила, которая, значит, в Афганистане всегда была там и пользовалась какой-то поддержкой. Нет, это, в общем-то, сила пришлая. Вот, если мы имеем в виду, что Пакистан и Афганистан – это все-таки две разных страны, а не одно пространство, как культурно-религиозное пространство, как считают талибы. Вот, нет, все-таки это, так сказать, такое было гибридное подразделение, значит, сначала пакистанских идеологов, а потом пакистанской армии, так сказать. Они эволюционировали за эти 25 лет в сугубо боевое подразделение, так сказать, пакистанских вот этих джихадистских отрядов. И, конечно, в данном случае говорить о том, что, значит, радоваться тому, что, значит, в Афганистане проиграли американские ставленники какой-то вот исконно афганской силе, это чушь и глупость, потому что тот же самый Талибан пришел к власти в Кабуле в 96-м году, можно сказать, тоже на американских штыках, тоже на американо-пакистанских. То есть Америка оказывала отнюдь не только моральную поддержку вот этому захвату Кабула в 96-м году. Вот, и то, что через 5 лет она этот Талибан свергла, потому что, ну, скажем так, испытывала разногласия, значит, по поводу проблем наркотрафика и маковых полей. На начальном этапе Талибан маковые поля выжигал, выкашивал, а это никак не укладывалось, так сказать, в дешевтные планы американцев на эту территорию. Вот, то сейчас уже можно сказать, что эти разногласия, они сведены к минимуму. То есть Талибан понял, что, значит, наркотрафик и выращивание наркотиков – это такой бесперебойный верный источник дохода. Вот, и он уже сменил свою позицию по отношению к этому. Поэтому, в общем-то, значит, по прошедшим 20 лет Соединенные Штаты повели четкую линию на возвращение Талибана к власти. То есть в публичном пространстве, значит, нам рассказывали, что это враждебные силы, значит, какие-то там бомбардировки нам, значит, показывали непонятно чего в Америке, вот, значит, что якобы там бомбились какие-то, значит, талибанские базы, скопления талибанских боевиков. На самом деле мы знаем, что под подсчетом ООН, под подсчетом ООН, значит, 11 тысяч только в прошлом году, за прошлый год. Ну, вот это такая усредненная цифра. Когда 9, когда 10, когда 11. 11 тысяч гражданского населения погибло в ходе этих бомбардировок. Это не талибы, это не боевики, это не Аль-Каида, это именно вот мирное население, женщины, дети, старики и так далее. 11 тысяч в ходе вот этих показательных, так сказать, показушных американских бомбардировок. Вот теперь сравните, допустим, с советскими потерями в ходе Афганской войны. За 10 лет, с 1979 по 1989 год, советская армия потеряла, значит, боевые потери 13 800 с лишним человек. Ну, то есть цифры сопоставимые. То есть за год, за год афганское общество теряло, значит, из-за этой, так сказать, якобы борьбы нанайских мальчиков, американцев с талибами, несколько тысяч человек. И, собственно говоря, когда мы видели вот эти две недели, да, как развивалось наступление талибов, в основном медийное внимание мировое, оно было приковано к вот этим последним двум неделям. Поэтому люди сделали такой, может быть, поспешный и неверный вывод, что все очень быстро схлопнулось, что все очень быстро, так сказать, сдалось, что армия не сражалась и так далее. На самом деле, ну, скажем так, если ты зачем-то, так сказать, не наблюдаешь всю жизнь, да, вот потом вдруг включил телевизор и посмотрел, да, последние несколько дней, складывается искаженная картинка. Афганистан жил в состоянии перманентной гражданской войны, междоусобной такой, да, вот все вот эти полтора десятка как минимум лет. Она не прекращалась, эта война. И то, что Талибан планомерно, постепенно, очень, так сказать, как говорится, поэтапно накапливал силы, значит, изматывал, да, ту же самую афганскую армию и афганские спецслужбы и так далее. Значит, вот эта вот борьба, она, так сказать, не то, что она там в две недели развернулась и вот закончилась победоносным вхождением талиба в Кабул. Нет, это итог 15-летнего, так сказать, противостояния. Просто из вот этой конструкции выдернули одну из составляющих ее скреп. Да, и тут же, так сказать, события пошли волнообразно. Но это совершенно не означает, что, так сказать, все сложилось в мгновение ока. Дарья, скажите, кто финансирует в данный момент Талибан? Ну, то есть, если Америка как бы сейчас позиционирует себя как противник Талибана, то откуда его финансовые ресурсы? Ведь война – это очень дорогое удовольствие. Ну, на самом деле, нужно различать позиционирование внешнее такое, публичное и реальную сторону дела. Ну, основной финансист, конечно, Пакистан, но можно сказать, что главный финансист – это мировые вот эти исламистские силы. Силы, они многообразны, они очень разные, каждый финансирует какой-то свой сегмент этих грантополучателей, но, тем не менее, каналы вот такие. Значит, одно время Саудовская Аравия выступала активным спонсором Талибана, потом, значит, она этим спонсором быть перестала. Вот сейчас она уже эвакуирует свое посольство, явно там что-то треснуло в этих отношениях. Но, тем не менее, значит, поток следствий, он достаточно такой бесперебойный. Ну, а то, что воюют талибы совершенно разнообразным оружием, в том числе и американским, это достаточно современным, говорит о том, что, в общем-то, американский элемент помощи там есть и действительно достаточно существенный. И это вполне вписывается вот в эту доктрину управляемого хаоса, которую Соединенные Штаты реализуют во всех точках земного шара, которые не Америка. Поэтому здесь, мне кажется, мы имеем дело с некой такой гибридной спецоперацией, такой гибридный государственный переворот, в результате которого, так сказать, каждый из инициаторов этого переворота, он остался в выигрыше. То есть, Соединенные Штаты спихнули из себя некое такое бремя, ставшее для них, в общем-то, тяжеловатым и во многом непосильным. То есть, просто отдали, так сказать, Пакистану этот неликвидный актив, такой чемодан без ручки. Вот Пакистан просто получил в свое распоряжение протекторат в виде государства с 38 миллионами населения. То есть, теперь можно сказать, что Афганистан – это такая, значит, как бы колония Пакистана. Его подмандатная территория, если так можно выразиться. А с учетом того, что Пакистан всегда был озабочен еще с 70-х годов прошлого века изменением своих границ, давайте вспомним, что того же самого Наджибулу повесили не просто так, после захвата Кабула, а после жесточайших пыток и мучений, собственно говоря, чего они добивались? Они добивались, чтобы Наджибулла подписал бумагу о том, что он дает согласие на изменение государственных границ Афганистана, так называемой линии Дюранда, которую Пакистан не признает и всегда хотел отодвинуть ее на несколько сотен километров к западу. Значит, Наджибулла… Им это было критически важно, чтобы Наджибулла подписал эту бумагу, будучи еще формально в статусе главы государства. Наджибулла отказался это делать и, собственно говоря, принял мучительную смерть, но вопрос с линией Дюранда, он до сих пор не был закрыт. Вот сейчас есть блестящая возможность заняться пересмотром этих границ, но даже если формально они пересмотрены не будут, то Пакистан получил в свое распоряжение большой кусок земли, который не очень пригоден, может быть, для земледелия, но зато там в этих землях много чего лежит с точки зрения полезных ископаемых, всякие рудные месторождения, литиевые месторождения, марганец и алюминий, все, что хотите. И на самом деле есть большой интерес и у Пакистана, и у Китая, так сказать, к этим месторождениям. Если раньше в условиях вот этой постоянной нестабильности и отсутствия каких-то гарантий для иностранных инвестиций, этим всем заниматься было безопасно, ну вот, допустим, Китай взял в концессию Айнакское медное месторождение, вбухал огромные деньги туда, 300 миллионов долларов, но до сих пор разработка так и не начата, потому что китайские рабочие не могли обеспечить безопасность, и все это было просто законсервировано, вся эта добыча. Вот, то теперь, в общем-то, да, значит, есть надежда у, соответственно, у Пакистана и у Китая, что воцарится такой, в общем-то, средневековый порядок, когда, собственно говоря, можно будет реализовывать там какие-то свои проекты. Вот, то есть, в принципе, определился круг вот этих бенефициаров, вот, прежде всего это Пакистан, потом это Америка, которая не будет теперь выкидывать на ветер достаточно большие суммы денег, вот, ну и Китай, да, вот так опосредованно Китай, который, соответственно, так сказать, через Пакистан будет реализовать тоже свой интерес. Вот, а круг проигравших тоже вполне конкретен, да, он вполне четко очерчит. Прежде всего, это многострадальный афганский народ, который вместо, пусть, может быть, кривой, пусть такой хреновенькой, пусть такой несовершенной парламентской республики получил средневековый мордор с шариатскими судами и жестким подавлением всего, что только движется и что только можно подавить. Вот, Россия, да, в числе проигравших, потому что нам придется взять на себя многие те расходы, от которых отказались американцы, на поддержание безопасности в регионе, да. То есть вы понимаете прекрасно, что укрепление границ среднеазиатских государств, укрепление их армий, теперь это все наша проблема и наша головная боль. Вот, и, конечно, среднеазиатские государства, которые, в общем-то, оказались в непосредственной близости от постоянного источника угроз, ну, нельзя сказать, что здесь что-то новое для них будет, потому что, в общем-то, и раньше их границы постоянно были атакованы не только Талибаном, так сказать, там разные силы были, которые постоянно пытались эти границы прорвать, создать какую-то вот тугунде стабильность, значит, постоянно были атакованы, значит, контрольно-пропускные пункты пограничные, вот. И, собственно говоря, в наиболее уязвимом положении сейчас Туркменистан, а это 800 километров, так сказать, границы общей, которая наименьшим способом укреплена, и там наиболее слабая армия из всех трех пограничных стран, вот, значит, чуть лучше ситуация в Таджикистане, который входит в УДКБ, и мы обязаны ему помогать, вот, и граница там полторы тысячи километров, она самая протяженная, но большая часть приходится на гористую местность, поэтому, в общем-то, есть что укреплять, конечно, вот, и, ну, более-менее, так сказать, более-менее защищен Узбекистан, там 150 километров всего, вот, единственная провинция Балх граничит с Узбекистаном, и армия там достаточно сильная, но, тем не менее, я думаю, что у России сейчас есть повод, и все рациональные основания поставить вопрос о возвращении Узбекистана в тот же самый УДКБ, из которого он по непонятным, так сказать, только Узбекистану понятным причинам вышел в свое время, вот, и это, в общем-то, повод и возможность, реальная возможность перезапустить вот эти форматы, связанные с обеспечением региональной безопасности. Спасибо, Дарья. Мы сделаем сейчас буквально двухминутный перерыв и вернемся, мы комментируем ситуацию в Афганистане, и на связи с нами политолог и дочь погибшего трагически в 96-м году, руководителя афганского государственного телевидения Касема Мухаммеда Юсупзая. Субтитры создавал DimaTorzok Касема Мухаммеда Юсупзая. Продолжаем программу «Подоплёк». У нас на прямой связи политолог из Москвы Дарья Митина. Она человек, который всю жизнь связан с Афганистаном, поскольку ее папа афганец. И мы работаем в прямом эфире. Вы можете задавать свои вопросы по телефону 672-12-93-9, 672-13-93-9. У нас вот есть звонок, давайте послушаем. Добрый день, говорите, вы в эфире. Добрый день, здравствуйте. Вот менталитет нации много включает в себя, но в том числе развитость. Вот вы наверняка видели кадры, взлетает транспортный самолет, да, и на кожах и шасси сидит десяток человек. То есть в каких-то там неразвитых, там, прериях, в смысле, джунглях есть еще поселения, которые воспринимают самолет, как птицу, послывая богом. Но неужели вот Афганистан развит настолько, что люди, садясь на этот кожух, которого они потом при взлете падали просто, да, ну это ж ужасная кожуха. То есть меня вчера это просто потрясло. То есть вот менталитет афганской нации, он что, таков? Они что, ну скажу так проще, они что, настолько неразвиты, что они вот садятся, чтобы убиться через несколько минут? Я понимаю, что института на сохранение влечет их к этому, но остаться на земле все-таки это ты как-то выживаешь. А тут они все, ну если бы видели, это же... Ну понятно, мы понимаем, о чем идет вещь. Я был просто потрясен этими кадрами, это что-то запредельное для моей головы. Спасибо. Да, спасибо вам. Дарья, как вы думаете? Да, ну, во-первых, не нужно забывать, что Афганистан это, в общем-то, одно из немногих государств мира, которые пока еще как бы на стадии разложения родоплеменного строя находятся. И та форсированная модернизация, ускоренная, которая была предпринята Советским Союзом во время интернациональной, так сказать, помощи нашей, вот, она, к сожалению, была насильственно прервана вот в конце 80-х годов. И это сказалось роковым образом на Афганистане. То есть он был возвращен назад, ну, я не знаю, на 100, на 150 лет. И фактически, фактически, вот эти люди, которые атаковали шасси самолета, не понимая о том, что это верная смерть, верная гибель, ну, собственно говоря, это молодые люди, которые родились уже, так сказать, после ухода Шурави, да, вот, они росли и, соответственно, имели соответствующее образование, вот, пять лет, там, Эмират Исламский, да, занимался их мозгами, потом, вообще-то, непонятно, что-то было, да, Исламская республика под американским надзором. Ну, понятно, что, как бы, в основном это люди, которые, конечно, с одной стороны, они очень религиозные, с другой стороны, не хватает, так сказать, базового образования. Вот, и в этом и есть афганская трагедия. То есть, как бы, страну насильственно вбили в Средневековье, и, хотя она имела шанс, ну, как минимум, да, стать вторым Ираном, да, то есть, в Иране теократическая власть, она выглядит совершенно по-другому, да, несмотря на то, что она тоже теократическая, но это модернизационный проект, связанный с научно-технологической революцией, так сказать, Иран скоро атомную бомбу у нас изготовит, если уже не изготовил. Вот, поэтому теократические проекты могут быть разными. Вот в Афганистане он, к сожалению, совершенно иной. Вот, но с другой стороны, это был явный акт отчаяния, то есть, люди знают, что им грозило. Люди знали, что, так сказать, оставаться при этой власти, которая делает миролюбивые заявления для международной прессы, а на самом деле, ну, кадры, видеокадры с мест событий приходят такие, что спокойно это смотреть, ну, больше пяти секунд невозможно просто. То есть, это, ну, я не знаю, я не могу это спокойно смотреть, так сказать, больше определенного времени. Вот, там, естественно, значит, люди ходят со списками по квартирам, значит, составляются списки госслужащих, составляются списки служивших в армии, в полиции. Давно уже идет истребление, так сказать, летчиков, командиров подразделений афганской армии. То есть, это вот такой давний полномерный процесс. Собственно говоря, моя личная история, она тоже связана, в общем, со сходным процессом, так сказать, мести, да, и возмездия, да, такого кровавого. И здесь будет то же самое. То есть, в принципе, все знают про Джабулу, про его брата Шахпура Ахмадзая, потому что эти кадры облетели мир, но мало кто знает, что в те дни, в 96-м году, шла кровавая резня, и погибли многие сотни, если не тысячи представителей партийных структур, руководства республикой, демократической республикой Афганистан, военных, военного руководства, интеллигенции всевозможной, да, гуманитарной интеллигенции, писателей и так далее. То есть, виселинцами Кабул был просто уставлен. Вот, и сейчас мы тоже уже видим виселиться уже, сейчас информационное общество, сейчас людоеды сами любят снимать, так сказать, свои развлечения, и, в общем-то, много есть очевидцев, и всеми этими кадрами пестрит интернет, вот, и мы видим, что, в общем-то, стиль не меняется. И если в Кабуле, в общем-то, талибы пытаются сохранять лицо, потому что Кабул – это столица, это витрина, в общем-то, вот, то в регионах, да, в вилоятах, в провинциях, там, в общем-то, не стесняются, и в том же самом Хайратоне, пограничном пункте, который находится, значит, рядом с мостом, бывший мост Дружбы, да, теперь мост Хайратон, который соединяет с узбекским Термезом, да, мост, по которому выводили советских солдат в 89-м году, в этом Хайратоне несколько тысяч человек скопилось на пограничном пункте, потому что пришедший, так сказать, Талибан к власти издал предписание, что каждая семья должна, и в которой две и более девочки, вот, пубертатного возраста, вот, каждая семья должна одну девочку отдать, так сказать, в распоряжение Талибских солдат, и, в принципе, это обычный стиль, так сказать, обычной реалии провинциальной такой жизни, да, поэтому люди, люди, ну, они привыкли за эти 20 лет все-таки немножко к другой жизни, к другим реалиям, и они очень сильно не хотят возвращаться в реалии, так сказать, 25-летней давности, им есть с чем сравнивать, вот, и с каким бы скепсисом, с каким бы презрением мы не относились к афганской администрации, так сказать, прежней, да, но не нужно забывать, что и та, и другая власть – это американское порождение, и чем здесь пришедший на американских штыках Талибан качественно лучше, пришедший на американских штыках, так сказать, кабульской администрации, не очень понятно, тем более, что, собственно говоря, президент Корзай, да, он был фактически введен в президентский дворец за ручку американцами, вот, но президента Ашра в Гане нет, он был выбран на выборах, вот, пусть они, так сказать, несовершенные, там, кривые и так далее, вот, но, тем не менее, он дважды прошел испытания выборами, поэтому его легитимность, так сказать, она гораздо выше, чем у марионеточного правительства того же Хамида Корзая, который сейчас, между прочим, вот, по иронии судьбы, по горькой иронии судьбы, то есть Талибы, которые кричали, что мы не хотим за один стол садиться с американскими марионетками, что нам не о чем разговаривать, так сказать, с американскими вот этими ставленниками, сейчас они того же Корзая приглашают в правительство Исламского Эмирата, да, то есть, вот, опять же, политика двойных стандартов, то есть, Хамид Корзай будет заседать в правительстве Исламского Эмирата Афганистан, бывший премьер-министр Абдула Абдула, который давно уже, так сказать, систематически работал с Талибаном на свержение, так сказать, президента Ашрафа Гани, он будет заседать в правительстве Исламского Эмирата Афганистан, вот, поэтому говорить о том, что Талибы пришли, чтобы, так сказать, избавиться от остатков американской колониальной власти, это, мягко говоря, лукавство, а если, так сказать, сказать более жестко, то просто ложь. Есть звонок, давайте послушаем, добрый день, говорите, вы в эфире. Доброе утро, вот, да, конечно же, трагедия там вообще много где, а в Афганистане там вообще неизвестно, что и вот на это все смотря, вот это вот толкание, выталкивание туда-сюда этих беженцев, просто ужас, волосы встают дыбом. Вот что наши Европа и Латвия и Литва, они не понимают, толкнут они этих людей в Беларуси, а на родину, что их ждет? В любой стране, там бегут не те, которые у корыта, да, и которые там секут голову, а те, которым вот-вот должны голову отрубить, да? Ну, это невероятно. Вот выслать их в Беларуси, пусть они на родину, что на родине их ждет? Вот скажите, политика, это какая? Я к политикам обращаюсь, у вас совесть есть, везде вмешались. Спасибо, спасибо, Дарья. Ну, вопрос беженцев, да, актуализировался сейчас для прибалтийских республик, в особенности Литвы и потом уже Латвии, в связи с тем, что ситуация на наших границах обострилась, у нас появились, ну, пока что еще немноготысячные, но сотни людей на границе, которые ищут убежище, и, конечно, можно ожидать, что среди них количество афганцев будет увеличиваться. Вот как вы этот гуманитарный вопрос видите, его решение, кто должен в этой ситуации помочь людям спасти жизнь и как-то найти себя? Да простят меня прибалтийские государства, но мне в этой ситуации очень сложно им сочувствовать, потому что, собственно говоря, и Латвия, и Литва, и Эстония, она участвовала своими военными контингентами фактически в оккупации, как Афганистана, так и Ирака, допустим, да, вот, и той же Сирии, вот, они, значит, полностью приняли вот эту американскую политику и в данном случае, так сказать, пусть это были не тысячи, да, военнослужащих, но это были десятки военнослужащих, которые непонятно, что там делали на протяжении многих лет. Поэтому, в общем-то, бумеранг всегда возвращается. Я, конечно, понимаю, что Литва сейчас выстроит заградительные барьеры и, видимо, будет как-то менять свою миграционную политику и просто запрется от этих самых мигрантов, но Россия, к сожалению, ну, для кого-то к сожалению, для кого-то, так сказать, к счастью, но я считаю, что это объективная реальность, данная нам в ощущениях. Мы этого сделать не можем, вот, даже если мы перестанем принимать, допустим, какие-то авиарейсы, там, из Кабула, из Кандагара и так далее, но, по крайней мере, значит, никакие, так сказать, наземные, да, границы мы не можем перекрыть и рейсы из того же Душанбэя, из того же Ташкента, из среднезиатских городов мы, естественно, будем принимать и, естественно, так сказать, мы закрыться от беженцев не сможем, вот, и мы их, естественно, вынуждены будем принимать, адаптировать. Мы с этим справляемся плохо, здесь, так сказать, тоже похвастаться нам особо нечем, но, тем не менее, судьба наша такова, вот, и это лишь повод, так сказать, и стимул для российского государства просто усовершенствовать свою миграционную политику не в том плане, чтобы ввести визовые режимы и закрыть границу, нет, а в том плане, чтобы научиться переваривать изельские массы, научиться их трудоустраивать, научиться их адаптировать к нашим условиям и так далее. То есть это гораздо труднее, чем просто перекрыть границы. Но, тем не менее, мы большая страна, 145 миллионов населения, и у нас очень много неосвоенных территорий. Я думаю, что мы вынуждены просто будем этому всему учиться. У нас есть еще звонок, давайте послушаем. Добрый день, говорите. Добрый день. Разрешите вам возразить. Афганских беженцев, да, уже наш как бы на высшем руководстве, да, что мы будем принимать, потому что люди действительно бегут от репрессий. А что касается вот этих беженцев экономических, которые ищут лучшие жизни Европы из Ирака, так это никакие не беженцы, они не бегут ни от войны, ни от репрессий, ни от чего. Хорошо, спасибо за ваше мнение. Да, только не очень понятно, как, извините меня, отличать одних от других. На лице у него не написано, экономически он беженец, или он беженец, так сказать, от войны. Вот, в паспорте у них тоже не написано. Вот, если человек приезжает из Ирака, допустим, как понять, беженец он военный или беженец он экономический? Нет, это все очень такое эфемерное, очень умозрительное, так сказать, развлечение, которое провести невозможно. Невозможно, я в это не верю. И здесь нужна единая политика, нужно вырабатывать единую политику, единые стандарты, вот, и в любом случае эти люди нуждаются в какой-то адаптации. Это не значит, что, так сказать, их нужно сразу наделять всей полотой гражданских прав, но нужно стремиться интегрировать их в общество, иначе действительно будет очень плохо и в этих третьих странах, и в Европе, и везде. Дарья, ну, очевидно, в России больше есть специалистов, которые, ну, владеют хотя бы языками этих регионов и способны коммуницировать с этими беженцами. Для таких стран маленьких, как Литва и Латвия, это вообще большая проблема, то есть хотя бы даже найти общий язык с людьми. Вот, как в последнее время, может быть, готовились специалисты в России вот по восточным культурам, по восточным языкам? Был ли интерес к этому? Были ли какие-то программы? Может быть, коротко ответите, поскольку время программы подходит к концу? Ну, к сожалению, к сожалению, России здесь похвастаться нечем. У нас такой специальной работы не ведется, хотя деньги на нее выделяются, но, к сожалению, результатов не видно. Вот у нас мигранты используются на малоквалифицированных, так сказать, работах, и проблема здесь в том, что они используются в обход действующего законодательства трудового прежде всего. С ними часто не заключаются трудовые контракты, они на птичьих правах, и поэтому, так сказать, они легко подвергаются и увольнениям, так сказать, они не могут восстановиться по суду, очень часто им не выплачивают заработанные деньги и так далее. То есть вот это главная задача, на мой взгляд. И действовать здесь нужно в том числе и законодательно, обязывать работодателя, без разницы, так сказать, государственный это работодатель, да, бюджетный, или это частный, частный, так сказать, частник и так далее. Вот, но мне кажется, что здесь закон должен быть один для всех. То есть человек не должен страдать и испытывать, так сказать, поражение в правах из-за того, что он работает не на государство, допустим, а на какую-то частную персону. Вот, и мне кажется, что здесь наше законодательство требует совершенствования. Но, к сожалению, вот что касается миграционной службы, у нас это всегда было белым пятном, еще начиная, так сказать, с 90-х годов, и в данном случае мало что поменялось. И то, что мы... Есть еще одна неприятная особенность, она заключается в том, что беженцы именно из Афганистана всегда были изгоями у нас, они всегда были людьми совершенно бесправными, вот в отличие от, допустим, беженцев с Ближнего Востока, да, или даже из африканских стран. Я не знаю, почему такая несправедливость именно к афганцам, при том, что очень многие у нас учились, или, значит, учились в Афганистане, так сказать, у советских тогда учителей, очень многие работали у нас, очень многие служили в армии и так далее. То есть это люди не из кишлаков, да, не люди, которые прибежали там непонятно откуда, это люди, у которых есть уже опыт социальный, коммуникативный и так далее, так сказать, общение с нашими людьми, с российскими. Вот, и, к сожалению, к сожалению, значит, количество гражданств, которые выданы этим людям, они исчисляются, ну, десятками в лучшем случае, хотя сотни тысяч афганцев подавали прошение о гражданстве, тогда как, допустим, люди с Ближнего Востока, и даже из Африки, вот, они легко и достаточно беспрепятственно гражданство получают. Почему такая несправедливость именно к афганцам, вот для меня это загадка, над которой я бьюсь уже больше 20 лет, и никак не могу найти ответа. Спасибо. Дарья Митина была с нами сегодня на прямой связи по скайпу. Мы обсуждали катастрофу гуманитарную в Афганистане и смену власти, по мнению нашего собеседника сегодняшнего. Эта смена власти, к сожалению, не несет освобождение народу Афганистана, а грозит ему колониальной зависимостью, теперь уже от Пакистана, который являлся главным, может быть застрельщиком всей этой военной кампании и наступление Талибана. Гуманитарная катастрофа, очевидно, неизбежна, и всем странам, которые каким-то образом соприкасаются с этой проблемой, придется ее решать, а не отворачиваться от нее, потому что людям возвращаться некуда, они в отчаянии, они стоят на грани жизни и смерти. Спасибо, Дарья, за участие в программе. Программу провела Людмила Прибыльская, звукорежиссер студии Евгений Копейн. Всего доброго, до встречи.